Правительство оповестило нас, что у нас представлен контент, нарушающий местное законодательство. Если это не цензура, что тогда цензура? После истории с Телеграм никто не хотел ещё раз опростоволоситься. Алгоритмы везде одни и те же. Владимир Соловьёв пожаловался, что не попадает в тренды. Права российских пользователей периодически нарушаются платформами. В России много других ютуберов, которые благодаря ютубу тоже много чего добились. Бывает и два миллиона в месяц. И потом через какое-то время приходит кто? Государство. Участковые. Здесь запрещены Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, WhatsApp, YouTube. Если мы в своей стране не можем, деньги почему-то они запрещают. Как вы считаете, насколько вероятна блокировка ютуба в России? Привет, друзья! Мои знакомые уже несколько месяцев. Меня, когда встречают, спрашивают «Вас ещё не запретили?» Ну, не нас лично, в смысле, а ютуб. Я уверен, что и до вас, после того, как в Новый год Владимир Путин подписал закон, разрешающий замедлять и блокировать иностранные интернет-платформы, и особенно после недавнего замедления Твиттера, и до вас доносились слухи о грядущей блокировке ютуба. Российские депутаты и представители ГоссМИ обвиняют ютуб в цензуре и двойных стандартах. Роскомнадзор требует, чтобы ютуб удалял видео с призывами на несогласованные акции. Слышно и о том, что идут работы над альтернативами ютубу, и чаще всего в этом контексте говорят про перезапуск рутьюба. Одни уверены, что всё движется к китайскому сценарию с великим фаерволом. Другие говорят, что это перебор и что блокировать ютуб и в целом западный контент не станут не только по техническим причинам, но и по политическим, потому что слишком будет серьёзная резонанса. Короче, мы решили разобраться в этой ситуации. И здесь важный дисклеймер. Наш канал, я сейчас буду капитан очевидность, выходит на ютубе и у меня есть в этой платформе большая личная заинтересованность. В смысле заинтересованность есть и у вас, у зрителей, но мы, я, как и многие ютуберы, зависим от этой платформы, в том числе экономически. Поэтому мы сегодня уделили особенное внимание тому, что и так является нашим правилом – предоставлению слова всем сторонам, которые пожелали с нами разговаривать, и освещению всех позиций. И в этот раз мы постарались даже в смысле хронометража сохранить равный объём между представителями Гугла, который владеет ютубом, и теми, кто выступает за те или иные ограничения или регулирования ютуба в России. Ну и, разумеется, мы постарались, чтобы центральными героями в этой истории были ютуберы, но не мы и не другие ютуб-журналисты. А выводы вы сделаете сами. Россия – чрезвычайно важный для нас рынок. У нас есть прекрасные партнёры в России, мы очень эффективно с ними сотрудничаем. Для нас большая гордость и счастье предоставлять им доступ к международной аудитории и возможность взаимодействовать с людьми по всему миру. Сегодня цифровые гиганты – это проблема не России, а всего мира – так или иначе захватывают повестку. Они пытаются определять правила игры, по которым живёт общество. Они хотят и влияют на умы и сознание. Сила ютуба заключается в том, что он предоставляет людям платформу, на которой они могут поделиться своей точкой зрения, выразить своё мнение. В этом, на мой взгляд, вся прелесть ютуба. Не думаю, что российский сегмент можно охарактеризовать как более жёсткий, с политической точки зрения, и более журналистский. Есть более хар-кор, более журналистический. Права российских пользователей, очевидно, периодически нарушаются платформами. Нет вменяемых служб модерации. Мы сегодня хотим, чтобы компании, которые работают в России, соблюдали российские законы. Мы, по-моему, ничего сверхъестественного не требуем. Основная глобальная штаб-квартира Ютуб находится в Калифорнии, в Сан-Бруно, но интересующее нас подразделение расположено в Лондоне. В этом комплексе зданий между вокзалами Кингс Кросс и Сан-Панкрас офис вице-президента Ютуб по Европе, Ближнему Востоку и Африке. Она также отвечает и за Россию. Сейчас из-за пандемии офис закрыт, многие работники находятся на карантине, так что с региональным вице-президентом, француженкой Сесиль Фрокутас, мы встречаемся на нейтральной территории. Посмотрите на это! Это выглядит потрясающе! В России у нас сложилась потрясающая экосистема авторов, и наша цель состоит в том, чтобы и дальше все это поддерживать. Мы ведем диалог с регуляторами, но, конечно, не всегда во всем будем согласны друг с другом, не так ли? И наша цель – найти баланс между тем, что движет нами, и тем, что движет регуляторами. Любите ли вы индейку? Я вот, например, индейку просто обожаю. Не только за вкус, за пользу. Она не такая жирная в сравнении с другими сортами мяса. Очень питательна, при этом малокалорийна. Она легко усваивается организмом, она не вызывает тяжести в желудке. В общем, про плюсы этого вида мяса я могу говорить очень долго. Чего это я вообще решил рассказывать вам про индейку? Ну, потому что я сейчас нахожусь на территории завода Демоте, крупнейшего предприятия по переработке мяса индейки в Европе. Думаю, многим знакома марка Инди-Лайт. Именно здесь производят эту продукцию. Сейчас я проведу вам небольшую экскурсию и расскажу обо всех этапах производства. Всего есть три этапа. Инкубация, подращивание и откорм и переработка. Начнем с первого – инкубация. На предприятиях Демоте ежегодно появляются на свет больше 24 миллионов индюшат. Участие человека в процессе инкубации минимально, а яйца – от ведущих мировых поставщиков. В среднем нововведения уходят около месяца, а уже через час индюшата оказываются в птичниках подращивания, где начинается второй этап. На площадках подращивания и откорма самки будут находиться 105 дней, а самцы – 140 дней. Такая разница обусловлена различием в их развитии. Их даже кормят отдельно. Что интересно, за процессом развития индюшат следит искусственный интеллект, который автоматически определяет, когда кого поить и какую температуру держать в птичниках. Ну а после того, как индейка выросла, начинается самый важный и самый короткий этап – переработка. Я сейчас как раз нахожусь внутри завода, где это происходит. Вы только представьте, от начала разделки до отправки покупателю проходят всего 8 часов. В год здесь производят 155 тысяч тонн мяса, натуральных полуфабрикатов и котлет. На этом этапе тоже все контролирует искусственный интеллект. Без него никуда. Ну и как здесь не попробовать то, что здесь же и производят? Это столовая, куда приходят подкрепиться сами работники этого завода. Опробовать сегодня мы будем шашлык из индейки. Наступает ведь дачная пора – это пора шашлыков. Этот шашлык из индейки вкусный и удобный, продается в разных упаковках. Переходите по ссылке в описании и покупайте для пикников. На этом наша экскурсия подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно, а мне приятного аппетита. История началась, конечно, началась с Фейсбука и Твиттера, до Ютьюба. Потому что начались все эти истории в очередной раз, что Твиттер не удаляет какие-то посты, какие-то твиты, что-то происходит. И потом потихоньку стала всплывать учащая история про Ютьюб. Телеканалы федеральные стали все больше обращать внимание на Ютьюб, на свою представленность на Ютьюбе. Естественно, доносить это в том числе до администрации президента, насколько это важный ресурс. Потом появились истории, естественно, все про фильмы Навального. И начинали все чаще сникать. Давайте как-нибудь придумаем альтернативные версии Ютьюба. Мы поняли, что с мировой платформой мы сделать особо ничего не можем. Надо придумать что-то свое. Вы в августе прошлого года говорили, что не поддерживаете замедление и блокировку Ютьюба. Сейчас, насколько я понимаю, ваша позиция в этом смысле изменилась. Смотрите, я сегодня считаю, что это не лучшая мера. Наоборот, мы создаем прозрачный, понятный механизм для взаимодействия с нами через инструмент личного кабинета, через информационную систему Роскомнадзора. То, что мы предлагаем, позволит не применять таких жестких мер. Поясните, личный кабинет, он где создается? Он создается в информационной системе Роскомнадзора. И если, например, в Турции, Турция требует... Что происходит в Турции? Они говорят, либо вы создаете физические представительства на нашей территории, либо мы вас заблокируем. По сути, у них риторика такая. Мы же предлагаем понятный механизм, очень прозрачный. То есть они регистрируются в личном кабинете, и через личный кабинет происходит обмен юридически значимыми сообщениями. Не через медиа, а через понятный правовой механизм. В России отсутствует представительство иностранных интернет-компаний. И общение с ними идёт напрямую. Есть представительство Google в России? Нет. Вот Google Russia есть, а представительства Google нет. Потому что Google Russia – это некая дочерняя компания, которая учреждена большим Google. Вы, насколько я знаю, глава Google Russia уже восемь лет. Даже с копейками. Но я правильно понимаю, что вы не представительство Google, а дочерняя компания? А вы понимаете разницу? Созданная каким-либо юрлицом дочка не является его законным юрлица-представителем, не несёт никаких обязанностей, не несёт никакой ответственности, не может выступать в официальном какой-либо диалоге, в судебных процессах и так дальше. Поэтому это только вывеск. Google Russia в Российской Федерации занимается только одним – продажей рекламы большого Гугла. Слово «представительство» в том контексте, в котором у нас сейчас, мне кажется, звучит. Для многих международных компаний новый термин. Поэтому я и спрашиваю, что это значит. Google много лет существует в российском пространстве как компания, которая прежде всего оказывает здесь бизнес-услуги. То есть мы работаем с партнёрами-рекламодателями. При этом, конечно же, у нас есть большое количество достаточно централизованных функций, которые являются жёстко централизованными, и в этом отношении российский офис к ним прямого отношения не имеет. После истории с Телеграм никто не хотел ещё раз простоволосицами, так скажем. Правда, никто не хотел. Поэтому было понятно, что в истории с Ютьюбом не было придумывать какую-то другую схему. И было понятно, что, скорее всего, эта схема будет про деньги. Google умеет разговаривать, когда начинаются истории про деньги. При этом есть прекрасный Мишустин, который, насколько я понимаю, давно смотрел в эту историю вообще про интернет-рекламу. Ему крайне нравилось, что есть огромная экономика, которая существует, и ФНС её толком не видит, не может просчитать, не может увидеть. То есть тут совпали две истории. С одной стороны, ФНС, который говорит, ребята, мы деньги теряем. Неважно, даже теряем мы реальность или нет, но есть некое представление, что мы можем терять огромное количество денег, в том числе на блогерской рекламе, например. И с другой стороны, понимание чиновниками, что раз на нас действуют варианты, инструменты про деньги, и мы видим, как в мире действует эта история с Ютьюбом, давайте мы тут тоже попробуем. Как Google платит налоги? Платятся ли налоги в России какие-то? Мы все налоги платим в России. Налог на Google, 20% уже внедрили. Насколько я понимаю, это касается всего программного обеспечения, а не российского. Я тут залезла вчера, специально подготовилась в Росстат, посмотрела, какие у нас выручку репортит Google официально в России. Ты представляешь себе цифру? Нет. Ну, 87 миллиардов рублей, насколько я помню, это было вчера, примерно 87 миллиардов рублей. Это за какой период? Google заработал в России в 2020 году. Очевидно, вот с этой суммой 87 миллиардов рублей, то, что проводится через российское ООО Google или Google Рус, с налоги все платятся в чистую. Вопрос, что правильно ли мы понимаем, что все условно-рекламные компании проводятся через российский офис Google. Я в этом сильно не уверена. Это не значит, что они там с этим что-то мутят. Я просто представляю себе, что условно говоря, ФНС может реально подозревать, что на самом деле Google заработал нам много больше. Там это 150 миллиардов рублей, а не 87 миллиардов рублей. И что там правда, как мне говорят, что там не 10 на YouTube, а все 15 найдет. Притом это только деньги, которые размещаются через YouTube. Официальная реклама. А у нас же есть средства размещения, которые идут через блогеров напрямую. С этого денег YouTube вообще ничего не видит. А ФНС очень хочет получить налоги из этих денег. Но тут это зависит на самом деле еще от ютуберов. Поскольку мы сами делаем интеграцию, я тебе могу сказать, что мы сами платим налоги с того, что мы размещаем у себя в качестве рекламы. Но ты белый пушистый. Но как ты думаешь, сколько таких белых и пушистых? Думаю, что не очень много. Ну вот, я тоже думаю, что ФНС тоже так думает. Давайте вместе с вами поиграем в проектировщиков и попробуем создать микрорайон мечты. Что в нем точно должно быть? Ну, естественно, красивые современные дома, которые не будут выглядеть, как серые коробки. А рядом школа и детский сад. Это даже не обсуждается. Еще спортивные площадки и места, где могут играть дети. Идеально, чтобы в пешей доступности был парк, ну хотя бы небольшой. Ну и магазины с кафешками тоже важно. В общем, как видите, получается не микрорайон, а целый город в городе. И это действительно так. Подобное проектирование именно и называется город в городе. И именно это направление нового урбанизма стало одним из ключевых для девелоперской компании Glorox. Недавно у Glorox прошла презентация, на которой объявили о ребрендинге и о создании собственной экосистемы. Что в нее входит? Уже упомянутые города в городе под брендом Glorox City. Еще Glorox Air. Проекты комфорт-класса, соответствующие трем основным принципам эффективность, эргономичность и экологичность. Третье направление – Glorox Aura. Для тех, кто ценит статус и высокое качество жизни. Точечные проекты премиум-класса в наиболее выгодных локациях крупных городов. И, наконец, Glorox Space. Абсолютно новое направление на рынке недвижимости, которое сочетает апартаменты с офисами, каливинги с каворкингами, а гастромаркеты с креативными кластерами. Еще одна новинка – услуга «Примерь квартиру на себя». Менеджер приезжает к вам с VR-очками, с помощью которых вы сможете пройтись по будущей квартире. А самое главное ноу-хау, представленное на презентации, это Лора – первый цифровой помощник в мире девелопмента. Она не только поможет подобрать квартиру, но и останется верным помощником даже после заселения. С ней можно управлять умным домом, оплачивать услуги ЖКХ, вызывать няню, заказывать доставку еды и многое другое. Подробнее о ребрендинге и о Лоре по ссылке в описании. Ютуб – не вещательная компания и не стриминговая платформа. Мы скорее выступаем в роли посредника между рекламодателями, пользователями и авторами контента. Если вы журналист, и у вас на Ютубе выложены многочисленные часы с интервью, ваш контент там будет жить вечно. В России великолепный контент. Взять хотя бы детское направление. Маша и Медведь, Лунтик – такие вещи на платформе набирают миллионы просмотров. Более 90 миллиардов просмотров по всему контенту. Более 135 миллионов подписчиков на Ютуб по всему миру. И одна из серий на Ютубе собрала 4,5 почти миллиарда просмотров, став одним из самых просматриваемых видео за всю историю Ютуба вместе с «Гэнгнэм Стайл» и «Деспоситто». Дмитрий – продюсер мультсериала «Маша и Медведь». Вы должно быть миллиардеры благодаря этому от Ютуба. Нет. Нет, не миллиардеры. Но чувствуем вполне себя уверенно для того, чтобы развивать проект дальше. Но я смотрел вашу статистику и увидел, что только в объёме вашей выручки общем Ютубе только 10%. Почему так мало? Ну это сейчас. Когда до закона КОПа это было немножко побольше. Он чуть ли не мог и 20% составлять. Закон КОПа – это тот самый в США, ограничивший рекламу сильно в детском контенте. Ну это, ограничивший рекламу, это на самом деле сделал сам Гугл, потому что закон-то говорит не о ограничении рекламы, а о защите данных детей в интернете. Просто было очень много создалось, так сказать, каналов, которые формировали практически мусорный контент. Понимаете? Для детей, ну абсолютно, наверное… Трэшовые сети. Трэшовые, да. Там разворачивание конфет, да, там какая-то игра с игрушками и так далее. И дети, они действительно беззащитны против информации, да, так сказать. Всё это смотрелось, а монетизировалось оно точно так же, как весь остальной контент. И поэтому, естественно, у… там, и даже иногда у родителей был искус, вот, ну, большие деньги зарабатывать. Ты снимаешь каждый раз ребёнка, выкладываешь, и оказывается, тебе деньги за это идут. Это Роман Компот, и мне до Романа очень далеко, потому что у Романа 8 миллионов 100 тысяч с лишним подписчиков. Очень приятно. Я Рому знаю давно, потому что мой сын в своё время подсел на Майнкрафт и подсел на канал Компота, потому что Компот – это главный летсплейщик Майнкрафта в России. Все обычно так и говорят. У тебя, как я понимаю, по своему сыну целевая аудитория где-то в районе 10-13 лет. Ну, около того. А ты сам начал, когда тебе было 10, я прочитаю. Нет, я сам начал, когда мне было 11. Это важно. 11? Подожди, но YouTube же не даёт создавать собственные каналы до 13 лет, насколько я знаю. Нет, это не факт. Это неправда. Объясняю, почему. Это, я так понимаю, закон же США у нас. Да, но это их общее правило. Да, да, да. Это их общее правило, которое, если я не ошибаюсь, сил уступило, когда приняли закон о защите детей в интернете. То есть ты сразу сделал свой личный канал? Да, это было в 13-м году, поверьте, когда была трава зеленее, небо голубее и так далее, и тому подобное. YouTube ещё был совсем другим местом. YouTube был совсем другим, всё было очень просто и очень понятно. Загружай, снимай, удивляй. Изначально YouTube создавался исключительно как развлекательная платформа. Не думаю, что тогда основатели предполагали, что когда-нибудь их платформа будет существовать в сотни стран на разных языках. Но с открытостью приходит и злоупотребление этой открытостью. Среди 500 часов видеоматериала есть и то, что не стоит видеть нашим пользователям. Это может быть какой-то жестокий контент, контент экстремистского толпа. или дезинформация. Скажем, в период коронавируса даже в начале пандемии мы заметили ряд видео, которые продвигали без всяких на то оснований методы лечения от COVID-19, которые на самом деле могли навредить здоровью людей. Они утверждали, что это работает, просто пейте хлорку и сразу вылечитесь. Правильно ли я понимаю, что YouTube стал более жестко подходить к модерации контента в 2017-м, когда некоторые, в том числе крупные рекламодатели, ушли с платформы, потому что их реклама появлялась в неприемлемых видеороликах? Конечно, события, которые вы упомянули, сыграли свою роль. В этом направлении нас просят идти и бизнес, и наши пользователи, и наши авторы. Мы внесли изменения, которые помогли нам добиться значительных улучшений, внедрили новые статистические критерии, которые позволяют измерять качественный, а не только количественный аспект эффективности нашей модерации. Этот критерий называется «Число просмотров видео с нарушениями». Он показывает, что начиная с 2017 года до сегодняшнего момента мы наблюдаем 70-процентное снижение числа просмотров видео с нарушениями на нашей платформе. Наша линия защиты работает очень просто. Скажем, какой-нибудь пользователь помечает какой-то контент, как нарушающий наши правила. Далее этот контент отправляется в очередь на проверку, которую будет осуществлять модератор. Такая же логика действует и когда алгоритм помечает какой-то контент. Он снова отправляется в очередь на проверку, и уже человек будет все просматривать. Мы специально не ищем каждый день нарушающий контент. Мы проверяем то, что было помечено, и если там нет никаких нарушений наших правил, значит, он останется на платформе. Мы с Маргаритой Симоньян знакомы с конца 90-х годов, когда Маргарита работала на городском телевидении в Краснодаре, если я все правильно помню. Это к тому, что мы на «ты» не удивляйтесь. Маргарита, ты многие свои посты в телеге заканчиваешь с фразой «Карфаген должен быть разрушен, иностранные соцсети в России должны быть запрещены». Только те посты, которые посвящены тому, что «Карфаген должен быть разрушен, иностранные соцсети в России должны быть запрещены», они меня до такой позиции довели. Еще 10 лет назад я бы сама очень спорила с собой сегодняшней и говорила бы, что этого делать ни в коем случае нельзя, как мы все много лет считали это пространство свободы, все там по-честному. И мне кажется, скажу тебе, мне кажется, что так оно и было. До какого-то момента, даже не до Крыма, даже попозже, до Трампа, до выборов, до всей вот этой вот истерики «русский след», взломали наши выборы, когда их начали дергать там всех от Цукерберга до всех остальных на ковер, в буквальном смысле слова, в Конгресс, туда отчитываться, орать на них, угрожать. и в общем поведение соцсетей иностранных очень сильно изменилось, по крайней мере, по отношению к российским участникам процесса. Я хочу обратить на это внимание. Модерация везде одна, алгоритмы везде одни и те же, они не меняются от рынка к рынку, от стране к стране. Правила разработаны для того, чтобы убедиться, что контент на нашей платформе поддерживает свободу самовыражения, но в то же время остается безопасным. Поэтому контент, поощряющий насилие, взрослый контент или дезинформация, конечно, будут помечены. И затем платформа будет решать, какие ограничения нам наложить на канал за такой контент. Но везде процесс присвоения пометок к контенту в рамках правил нашего сообщества одинаков. Везде одно и то. тоже ничего не меняется. Тебе кажется, что это не так? Мне не кажется, что это не так. Это не так. Его руководитель сказал, что это не так. В 2017 году публично сказал, что это не так. Потом они стали все, когда мы начали здесь возмущаться, и их поддавливать в свою очередь, они стали, вот это у них новая мантра, нет, 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 все одинаково, все одинаково, полный рюк. Ну это неправда. Но они сами об этом объявили в 2017 году, публично, что теперь они будут делать так, именно по отношению к российским ресурсам, более того, именно по отношению к Арте и Спутнику. Он это словами сказал. И после этого вы увидели действие? То есть вы увидели, что... Не сразу, через несколько месяцев. Ну то есть у них, видимо, заняло время создать этот самый, как он его назвал, инженерное решение, как это делать, чтобы на нас распространялись другие правила. Мы это увидели, да. Вам, наверное, известно, что есть некоторые российские государственные СМИ, которые утверждают, что вы на Ютьюбе часто несправедливо цензурируете их материалы. Что бы вы на это ответили? С такой проблемой мы сталкиваемся во многих разных странах. Потому что, опять-таки, в любой ситуации, когда вы удаляете контент, найдется кто-то, кто будет с вами не согласен. Давайте вспомним, что было в Вашингтоне в период выборов в США. Некоторые люди считали, что результаты голосования были сфальсифицированы, и из-за этого было много насилия. И мы на Ютьюбе находили много контента, разжигающего ненависть, удаляли его, и в какой-то момент нам пришлось заблокировать канал Дональда Трампа, чтобы не дать ему публиковать видео. Это непростые решения. Люди обвиняли вас в том, что вы приняли определенную сторону. Именно. Нам приходится сталкиваться с этим везде, где мы работаем. У нас была страшная трагедия захват заложников в Беслане на Северном Кавказе. Скорее всего, вы слышали об этой трагедии, потому что ее очень много обсуждали. И вот российский государственный канал «Россия-1» снял большой документальный фильм, посвященный тем событиям. И на Ютьюбе ему присвоили, во-первых, ограничения по возрасту, а во-вторых, предупреждение, которое всплывало перед началом просмотра со словами, что это, возможно, неприемлемый контент. При этом российский независимый ютьюб-блогер Юрий Дудь, может, вы о нем слышали, тоже посвятил один из своих выпусков Беслану, но его видео не присвоили возрастных ограничений. Поэтому госканал возмутился. Погодите-ка, то есть нам вы присваиваете ограничения, а либеральным ютьюберам нет. Если в видео показаны кровь, смерть, насилие, мы не хотим, чтобы с таким контентом сталкивались пользователи моложе 18 лет. Мы ставим ограничения и предупреждаем, чтобы наши пользователи заранее знали, что они могут увидеть что-то очень жестокое. Мы ограничиваем такой контент, чтобы его могли смотреть только взрослые. А это не потому, что это видео было снято именно российским государственным каналом? В любом случае мы применяем правила, исходя из самого видео, не из того, кем является наш партнер. Абсолютно всегда. Правила едины для всех. Вот конкретно в этом кейсе видны невооруженным взглядом двойные стандарты, когда подобные картинки, видео с подобными картинками не блокируются, не пессимизируются, на них плашки там 16 плюс или 12 плюс. Как вдруг тут они оперативно реагируют и ставят плашку 18 плюс, безусловно, пессимизируя трафик фильма. Ну, это по меньшей мере двойные стандарты. Ребят, если вы так относитесь трепетно к своим правилам модерации, будьте так добры относиться в целом ко всему контенту, который у вас есть. И мы, конечно, считаем, что права российских пользователей в данной ситуации нарушены. Я хочу заранее знать, что определенный контент присутствует даже в имеющем ценность с исторической точки зрения в документальном фильме об этом чудовищном теракте. Я хочу иметь возможность сам принять решение, хочу ли я смотреть такое со своим сыном. Поэтому очень важно, чтобы мы, как платформа, несли свою ответственность и предоставляли такого рода информацию. Там действительно жесткие кадры тел, в том числе детских убитых. И мы, поскольку тоже работаем на Ютубе, мы всегда такое блерим, то есть закрываем. Потому что мы знаем, что нас за это тоже могут деприоритизировать. Что в этом тебе кажется неправильным в действиях Ютуба? Ничего, кроме того, что в фильмах с другой политической оценкой Беслана те же самые кадры также не заблёрены, никто их не деприоритизирует. Вот все. Только это. Двойные стандарты. Только это. Прежде всего отмечу, что такие партнеры, как «Раша Тудей», очень для нас важны. Мы со своей стороны делаем всё возможное, чтобы они могли преуспеть на нашей платформе, выходить на контакт с международной аудиторией, с местной и иностранной аудиторией, опять-таки, чтобы добиваться успеха. И статистика показывает, что канал движется в успешном направлении. Статистика «Раша Тудей» на нашей платформе впечатляет и отчётливо показывает, насколько важный для нас это партнёр. У вас больше 10 миллиардов просмотров совокупно. И судя по этой цифре, нет ощущения, что вас деприоритизируют или пессимизируют? Есть ощущения. Конечно, есть ощущения. Потому что, если бы этого не было, было бы уже 30. Темпы. Мы же видим, как мы росли и какие были просмотры до того, как они за нас взялись сейчас. Ты писала, что из последнего YouTube заблокировал интервью со специалистом в области нейронаук Идрисом Аберканом, насколько я понимаю, на вашем французском франкоязычном канале. Что там была за история, не помнишь? Кто бы мне объяснил, что за история? Просто интервью. Он сказал, что новые ковидные ограничения это санитарная диктатура. Человек так думает. Они за эти слова это всё вырубили. Лёш, давай по-честному. Если это не цензура, что тогда цензура? Идёт пандемия. Я пользователь, хочу найти информацию, захожу на YouTube, вбиваю запрос «Ковид». И в этот момент мы, как платформа, хотим быть уверенными, что представляем авторитетные данные. Это тоже один из основных принципов, которыми мы руководствуемся. Если говорить о ковиде, мы, как компания, не хотим выступать судьями и решать, где правда, а где нет. Поэтому мы полагались на оценки ВОЗ, Центр по контролю и профилактике заболеваний, местных органов здравоохранения. Их мнение мы использовали как ориентир. У любого диктатора спроси, он тебе назовёт 150 тысяч достаточных оснований для введения цензуры. Послушай, мы же не занимаемся теориями заговора, всякой этой чепухой. Мы же не рассказываем, и наши гости не рассказывают, что вакцинация вживляет чипы, проще трэш. Мы просто даём слово вполне вменяемым, заслуженным людям, профессорам, которые высказывают разные мнения. Вот было у человека мнение, что это санитарная диктатура. Много людей так думают, они имеют право так думать, они имеют право об этом говорить. Если площадка считает, что свободно высказывать мнение нельзя, значит, эта площадка практикует, реализует цензуру в классическом понимании этого слова. А цензура у нас с вами, Алексей Владимирович, запрещена Конституцией, как мы помним. Наша инициатива, обеспечивающая безопасность пользователей в отношении COVID-19, была глобальной. Мы не задавались целью надавить на какого-то конкретного автора в конкретной стране. Для нас главной задачей было обеспечить выполнение наших повсеместно действующих правил. Это же история абсолютно советской кальки, только наоборот. Когда приезжали советские чиновники на Запад, а их начинали спрашивать на пресс-конференциях про свободу слова, про инакомыслящих, про права человека, они тоже начинали объяснять про то, что какой же у нас права человека и какой у нас, наоборот, никакого преследования инакомысля у нас нету и антисемитизма нет, потому что у нас есть газета «Советиш Геймланд» и союзный министр проторич Дымшинс. Но при этом все понимали, что они исполняют роль. Журналисты, которые спрашивали, советские официальные лица, которые отвечали. Такая же история и здесь. Все же всё понимают. Я не хочу искать причины, что происходит. Я не сторонник конспирологии, мировые правительства и прочее. Это не моё. Но я для себя хорошо понимаю, что есть некая внешняя политика. Эта внешняя политика сегодня носит откровенно антироссийский характер. Я не считаю, что у Ютуба есть самостоятельная политика. Нет никакой политики Ютуба. Есть политика людей, которые нагнули Ютуб и всех остальных. Это власти США есть эти люди? Ну, конечно, да. И их политика, конечно, носит антироссийский характер. В этом ни один разумный человек не может сомневаться. Известный российский ведущий Владимир Соловьёв пожаловался, что не попадает в тренды, хотя собирает много просмотров и обвинил в этом Ютуб. Сейчас, после жалобы, он, кстати говоря, уже снова в трендах. Что вы можете на это сказать? Мы бы никогда намеренно не запрограммировали свои алгоритмы, чтобы они специально не продвигали кого-то, кто раньше был в трендах, а теперь нет. Алгоритмы так не работают. Могу заверить вас, что наш механизм подбора видео в тренды действительно пытается собрать контент, набирающий популярность, потому что всё остальное в трендах это популярный российский контент. Смотрите, вот нам бы хотелось, чтобы это происходило не так. То есть Владимир Соловьёв возмутился, модерация Ютьюба это услышала, что-то там они посмотрели во внутренних алгоритмах, а мы хотим другого, мы хотим понятного прозрачного механизма, чтобы все заинтересованные стороны, в том числе и политическая общественность, видела прозрачный понятный стандарт. Слушайте, ну в конце концов мы же много работаем с правительством, у нас на платформе представлены государственные каналы. Если бы мы не пытались сделать открытую платформу, в которой каждый может поделиться своей точкой зрения и проблемами, тогда все было бы иначе. Но Ютьюб в России не такой. В России у нас есть где-то более тысячи каналов, у которых более 700 тысяч подписчиков, и они хорошо монетизируются, цифры растут. И в прошлом году число авторов, состоящих в нашей программе YPP, партнерской программе Ютьюба, то есть тех людей, которые перешли на монетизацию, выросло вдвое. Мы наблюдаем, как это число растет каждый год. Тут ведь какая история. Мы все с вами понимаем, что проблемы у Ютьюба в России из-за политики. Ну, это понятно. Но я бы не хотел рассказывать про политическую часть Ютьюба и про себя бы не хотел рассказывать про журналистов в Ютьюбе. Про нас все понятно. Ютьюберы это не только столичные ребята с миллионами подписчиков. В России много других ютьюберов, которые благодаря Ютьюбу тоже много чего добились, причем вы не всегда догадаетесь, что это ютьюберы. Вот, например, мы в Питере. Видите, багетная мастерская. Директор этой багетной мастерской уважаемая женщина пенсионного возраста семь лет назад завела Ютьюб-канал. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Лазовская. Я уже восемь лет занимаюсь вышивкой. Просто для себя завела, стала показывать как багет делать, потом вышивку стала показывать и бах, дело пошло. Сначала победили всех конкурентов на этой улице, потом во всем своем районе. Сейчас у них уже 20 пунктов приемки по Питеру, заказы из-за границы идут, потому что люди смотрят Ютуб и ее узнают. Пойдемте познакомимся. Генеральный пришел и говорит, будем вас снимать. Я говорю, нет, будем снимать молодую девочку, красивую, я ей буду говорить, что делать, а она пускай, я ее буду консультировать, а она пусть снимается. Я говорю, ну кому бабушки нужны на канале сниматься? Он, нет, вот будете вы и все. Сейчас я вам покажу такую работу. Это просто фантастика. Но у нас она уже не первая, она, по-моему, у нас уже третья или четвертая. Посмотрите, какая красота. Я знаю, что вы жили в Мурманске с мужем вместе, работали в магазине, у вас был магазин, потом разорились в кризис. Да, да, да. И нигде вы с медиа не пересекались. Так, и вам понравилось, когда вы начали это делать? Вы знаете, я сидела, вот такие глаза, я была вся напряжённая, мне было так страшно. Оказалось, что это многим интересно. Да, и почему-то резко сразу стало очень много прибавляться подписчиков. Как-то так, я даже не ожидала. И сейчас у вас под 60 тысяч. Ну, сейчас вот около того, да. Хейта нету? Что? Хейта, знаете, что такое? Нет, не знаю. Хейт, но это от слова ненависть. Это когда злые комментарии, негативные очень. Ну, это бывает иногда, но крайне редко. Мы их не удаляем для того, чтобы, как правило, сами подписчики этого человека гасят. Я скажу так. Какая красота! Посмотрите, это мне подарок из Африки. Намного лучше пошли дела в ваших мастерских после того, как появился YouTube-канал. Да. А какая у вас выручка, если это не секрет? Вот сейчас. Ну, по-разному. Бывает и там 2 миллиона в месяц. Это выручка? И 3 миллиона. Да. А сколько лично вам остаётся в итоге? Лично мне? Лично вам? У меня зарплата. Вы на зарплате? Да. Хорошая у вас зарплата? Ну, неплохая, я считаю. Вот мне недавно прибавили, у меня 70 тысяч. Ну и плюс пенсию у вас, наверное, да? Пенсия, да. Мне было 3,5 тысячи, а сейчас она 16. То есть вместе с зарплатой у вас получается под 90, да? Ну да. Вы путешествуете? Путешествую. Путешествую. То есть YouTube вам... YouTube мне в помощь. Это видео набрало больше 4,5 миллионов просмотров на канале у Александра Левченко, он же Marty Airsoft. Он из города Волжский, Волгоградской области, но сейчас живёт в Краснодаре. Тут у него дом, машина. На всё это он заработал с помощью YouTube. Но до этого видеохостинга в его жизни всё складывалось на самом деле типично. он закончил вуз с дипломом экономиста, пошёл в армию. После Дембеля вернулся фактически в никуда. Долгое время искал работу, но хобби, YouTube-канал, а затем золотая кнопка, всё изменили. Сейчас на его канале больше миллиона двухсот тысяч подписчиков. Всем привет, с вами Марти. Это очередная игра от клуба Зон-23. На этот раз мы играем на полигоне Мёртвый город. Сначала я просто снимал видео. Вот с самого начала как я пришёл, я купил себе видеокамеру, с колью, с колью, с колью, я вернулся с армии и стал заниматься страйкболом, чтобы просто снимать игры. Мне это понравилось. Я думал, что YouTube это вот такая платформа, куда заливаешь видео, чтобы ты мог ссылочку разместить где-нибудь на форуме, и чтобы это могли посмотреть те люди, которые в ВК не зарегистрированы. Потому что до этого все видео заливались в ВК. А тут я подумал, ну попробую. И вижу, какие-то начали сообщения приходить, у вас там подписчик, у вас лайк, у вас комментарий на почту. А что это такое? Начал изучать, а оказывается, вон как на YouTube там ещё можно на каналы подписываться, там комментарии писать, лайкать. Я начал в этой теме более серьёзно разбираться. Стал снимать где-то по 2-3 обзора в неделю на всякие там шмотки, на всякое снаряжение для страйкбол. Когда ты понял, что уже это не хобби, и способ зарабатывать деньги. Через год после того, как я начал вести канал. Твой канал это full-time job? Да, конечно. Всё вокруг него вертится. А ты ведь зарабатываешь только с YouTube и плюс с донатов. Ну, донатов это громко сказано, донатов как таковых нет. Я зарабатываю от YouTube рекламы. То есть личные рекламы я не делаю. Да, тут почему? Ну, потому что у людей в жизни реклама, на работе реклама. Они приходят домой, им снова реклама. То есть я против рекламы, не делаю её вообще, потому что не хочу, чтобы людей что-то отвлекало. Я не хочу нести ответственность за какую-либо... Тут сейчас многие в моей аудитории зааплодировали тебя, конечно. Но и при этом я читал, что у тебя всё равно выходит никак не меньше миллиона в месяц. Ну, в хорошие месяца. Хотя, ну да, в принципе, так и есть. Небольшой эксплейнер. У нас, у YouTube-блогеров, есть глобально два типа монетизации. Это рекламная интеграция, которую мы снимаем сами лицом, рекламируя какой-то товар или услугу. И, скажем, на канале редакции это всегда в отбивках реклама. И есть ролики рекламные, которые вставляет наш контент сам YouTube, зарабатывает на этом деньги и с нами делится. И компот, когда говорит, что он не снимает рекламу, это значит, что он не снимает рекламной интеграции, но ютубовские ролики, с которых процент ему компоту отчисляется, всё равно есть. Нормально с монетизацией я стал получать, наверное, только последние пару лет. Как бы не было парадоксально. То есть, с одной стороны, YouTube вводит всё больше ограничений, у меня всё больше видео получают жёлтые значки, теряют монетизацию, но при этом за счёт того, что на YouTube всё больше и больше приходят людей, соответственно, некоторые видео выстреливают и набирают хорошие просмотры. То есть, у меня буквально всего, может быть, десяток видео обеспечивает основной доход. Если раньше это было 100-200 долларов, сейчас это где-то 800-900 долларов, может быть, даже в районе тысячи долларов, но это редко. Как часто, во-первых, у тебя жёлтая монетизация, пессимизация включается, как часто рекомендации обрубаются? То есть, в последнее время это всё чаще у тебя? Да, к сожалению, контент, связанный с оружием, YouTube категорически не любит. Причём YouTube, как алгоритмы YouTube особо, они особо не разбираются, где у нас огнестрельное оружие, а где у нас троебольные пушки. У меня есть вопрос, касающийся моего личного опыта на YouTube. Если мы показываем любое оружие, даже просто фотографию автомата Калашникова, например, не в действии, просто фото, мы можем получить статус «Монетизация ограничена». Почему? Это же не демонстрация насилия, это просто фотография автомата. Пример, который вы привели, мог действительно быть замечен каким-то из наших инструментов, или на него мог также пожаловаться кто-то из пользователей, который увидел фотографию, возможно, имеющую отсылку к насилию. Но чем отличается ваш случай как автора-журналиста автора, специализирующегося на новостном контенте? Здесь речь идёт о так называемом исключении EDSA. Это расшифровывается как исключение для образовательного контента, документальных фильмов, научных и художественных видео. Что это значит? Это значит, что мы ожидаем, что автор вроде вас предоставит касательно вашего видео контекст, дополнительную информацию, которая представит фотографию автомата Калашникова не в свете потенциального акта насилия или чего-то, что также могло бы нарушать наши правила, а в свете, к примеру, документального фильма об историческом событии или, скажем, репортажа с зоны боевых действий. Контекст здесь играет важнейшую роль, но машины не всегда идеально зарабатывают в плане распознавания контекста. Понимаете, алгоритмы не идеальны. Могу привести вам множество примеров. Допустим, документальный фильм о деятельности ИГИЛ в Сирии. В этом фильме, скорее всего, будут кадры с насилием, но необходимо видеть разницу между документальным фильмом, который представлен на платформе в образовательных целях, и видео, которое опубликовало бы само ИГИЛ. Поэтому нужны и алгоритмы, и люди. Ошибки будут всегда, и мы можем это признать. Наша цель со временем минимизировать количество этих ошибок. Когда я, как автор, обжалую решение алгоритма, это обжалование идет на рассмотрение вашему эксперту. Вы уже про это упомянули. Но ведь это может быть человек, который, например, находится в Индии или в любой другой стране мира и не говорит по-русски. Как может этот человек, не зная русского, не понимая языка, на котором снято видео, понять контекст? У нас действуют механизмы, при которых, когда у кого-то из наших коллег, занимающихся проверкой, возникает сомнение в отношении контекста определенного контента, он может обратиться к другим коллегам и экспертам, и они уже могут помочь этому человеку принять решение. Так что у нас существуют механизмы, которые позволяют учитывать в том числе и национальный или специфический контекст. Отдельная категория русскоязычного контента на Ютубе – это жизнь в деревне, то есть показ деревенского быта. По меньшей мере, несколько десятков каналов на такую тематику можно найти, и в том числе канал «Семья в деревне». Привет всем! Поступила новая информация по поводу местонахождения наших уточек. Его ведут Антон и Алевтина Хорошевы, они живут в хуторе Терновка Волгоградской области и показывают, как дойти корову, как обустроить свой дом и участок, как они разводят живность. На их канале более 270 тысяч подписчиков и самый популярный ролик набрал более двух миллионов просмотров. После управки выходят гулять маленькие, самые маленькие. Встаю лично я в 5 часов утра и иду доить коров. Подоила коров, поим теленка, тут подключается ко мне Антон, он начинает выводить теленка, коров на пастбище, потом мы отвозим детей в школу, в садик, ну что-то делаем, какие-то дела дома, пока еще, ну не жарко, я имею в виду, в огороде, что-то посадить, полить там, прополоть. После огорода домой идем, потому что времени не хватит. С Антоном мы познакомились в Волгограде, Антон там служил в армии, а я училась. В городе у нас не было своего жилья, не было достойной работы, с хорошей зарплатой, чтобы обеспечивать себя полностью, поэтому мы сделали... жить было невозможно. Да. А как пришла мысль вот снимать о жизни в деревне? Как-то я просто встретил... Русло. Пару человек, кто так же снимал. Мне это стало интересно, но если это стало мне интересно, значит, думаю, кому-то еще станет интересно. И как-то пошло, поехало, и просмотры, откуда-то начали браться. Как вы вообще снимаете видео? То есть, вряд ли же есть какой-то там сценарий, который вы прерабатываете. Как вот эта технология происходит? Сценарий никаких нету. Взяли камеру, да пошли. Вообще, надо посадить картошку. В прошлом году мы 29 апреля картошку посадили. Ну, уже было сухо. Вот в 2018 году вы говорили, что ваш YouTube-канал приносит вам тысячу долларов в месяц. Вот сейчас эта цифра поменялась. Пик был, по-моему, в 2017 году 1600 долларов. Это был максимальный доход. В месяц? Да. Потом потихонечку по наклонной. С 2018 года все хуже-хуже. И ну, где-то около 600 долларов сейчас. В 2018 году там YouTube разбирался с какой-то организацией по защите детей. Европейская, что ли. Я не помню этих подробностей. И они связали это с тем, что если у вас в роликах несовершеннолетние, то комментарии мы вам запретим. Ну, вы как авторы канала, вообще страдаете из-за того, что у вас нет комментариев? Да, конечно. Это на чем сказывается? На просмотрах. Это сказалось на просмотрах, это сказалось на рекомендациях. Сразу упали подписчики в пять раз. То есть, допустим, до этого подписывалось 10 тысяч, 12 тысяч, 12 тысяч в месяц, то после этого сейчас даже до тысячи не доходит. Александр Пушной, мой товарищ, музыкант, ютубер, снимался у меня даже не в первом выпуске редакции, а в пилоте редакции. И совершенно случайно мы стали делать эту тему. мне Саша написал, если тебе интересно послушать про авторские права на ютубе, обратись ко мне. Обращаюсь. Ты делаешь каверы и у тебя вечная проблема с авторскими правами. Ну, она началась год назад. Она началась очень простым образом. Если ты взял чужую песню и поёшь её дома на гитаре, пожалуйста, если ты её поёшь дома на гитаре и записываешь, пожалуйста, ты не имеешь права это выкладывать даже на своём маленьком ютубчике, на ютубчике даже для товарищей друзей. Давай поясним. То есть, ютуб говорит, что есть три категории нарушения авторского права. То есть, ты в любом случае как бы нарушаешь, когда ты чужую песню поёшь? Да. Но если ты на этом зарабатываешь... Нет, неважно. Вот это неважно. А, в любом случае? Неважно. Короче, ты выкладываешь, даже если ты не монетизируешь это видео. Да. Есть три варианта. Первый вариант. Тебе ютуб говорит, ты нарушил, но окей, просто деньги, которые ты бы мог заработать, заработает правообладатель. Часть денег. А, то есть, ты что-то получишь. Смотри, когда ты поёшь песню Цоя, то Алексей Пивоваров исполнитель, Алексей Пивоваров изготавливает фонограмму, когда ты играешь на гитаре, но поёт чужое произведение. Вот это произведение чужое мы монетизируем. Всё остальное ты можешь монетизировать сам. То есть, часть наших денег, которые мы на этом заработали, на просмотрах, идёт правообладатель. Это называется наказание. Это важно, понимаешь? Это всё равно нарушение. Но тут все скажут, что этот цивилизованный подход, всё норм. Смотри, важный момент какой? Для Запада, да, так и есть. Но в России ты перед тем, как это опубликовать, должен свой кавер предоставить правообладателю, чтобы тот, кто имеет права на этот кавер, одобрил его. Это по российским законам? Да. Если владелец контента в России настроен этот контент забанить, он его забанит. Может быть, это вопрос культурных отличий. Может быть, это вопрос, я не знаю, многие владельцы контента могут не понимать до конца, если они сами не работают с Ютубом. Какая у них дополнительная выгода? У нас даже были несколько случаев, не в России, когда, и это касалось видеоконтента, когда какой-то контент становился просто такой вайрал, да, он шел в народ, люди создавали на его основе какие-то свои ролики, появлялись фан-клубы, и владельцы контента пугались, говорили, да, это пираты, все блокировали, а потом понимали, что они реально теряют много в монетизации, и обратно все откатывали. Кроме монетизации, есть еще как бы тоже тема, связанная с тем, что фактически это для тебя дополнительный маркетинг, если ты правильно с этим живешь и работаешь. Я купил лицензии на 16 треков, но сейчас отдельно скажу, что из этих 16 треков 4 трека мне дали бесплатно, точнее даже 3 трека. За сколько ты купил 16 лицензий? Полтора миллиона рублей. Но есть 3 исключения, которые я обязан просто произнести вслух. Три, а, точнее, три произведения у меня не попросили ни копейки. Значит, первое произведение это песня «Смешарики» от Винта, Марина Ланда и Сергей Васильев. Им огромное спасибо. Второй человек это Валерий Сюткин. Валерий Сюткин просто красавец. И отдельное спасибо, просто низкий поклон, после чего я понял, что в моей жизни уже все сделано. Алексей Львович Рыбников. Любая социальная сеть, как мне кажется, имеет некий этап развития. Я это сравнил с тем, как люди приходят в квартиру. Новая квартира. Что ты делаешь первым делом в новой квартире? Кого ты запускаешь первым? Кота. Во все соцсети сначала приходят котики. И YouTube, ты помнишь, был такой соцсетей, где были котики. Были котики. Котики, 30 секунд, котик-котика обнимает, падает, рушится. Вот это вот, это, так скажем, первый этап котиков. Он заканчивается, туда приходят люди, начинают расставлять свою мебель, начинают потихоньку жить. И потом, через какое-то время, приходит кто? Государственный. Участковый. Который говорит, а вы зарегистрированы здесь? Вы зарегистрированы? А вот вам квитанция на ЖКХ, оплачивайте, пожалуйста. И ты начинаешь жить уже полноценной жизнью со всеми документами. Вот сейчас YouTube находится на этой позиции. Мы стали уже потихоньку настолько большие, котики остались в прошлом, повеселились, поигрались, теперь к вам придут все и все задокументируют, пропишут авторские права. Как мы все знаем, в декабре прошлого года принят в России закон, разрешающий блокировать интернет-платформы за цензуру российских гос.СМИ, если она доказана. Как вы считаете, насколько вероятна блокировка YouTube в России? Я не волшебник, у меня нету Crystal Ball. Мне бы очень не хотелось, чтобы такое произошло, как человек, который имеет к этому какое-то отношение. Но, естественно, это не мое решение, поэтому сложно мне комментировать решения других людей. Технически вы видите такую возможность? Я думаю, что технически возможно все. Есть другие страны, мы знаем, что это за страны, где нет этих продуктов. Мы в Пекине, столице Китая. В стране более 800 миллионов пользователей интернета. Это больше половины населения страны, минус дети, старики и жители отдаленных горных деревень. В итоге получается, что в каждом крупном городе китайцы обеспечены интернетом чуть более, чем полностью. Причем речь о мобильном интернете. С компьютера здесь в сеть выходит редко. Самый страшный сон забыть телефон дома. Без него никуда. Ни покупки обладить, ни в метро проехаться, ни в соцсетях поковыряться. Но с соцсетями и мессенджерами проблема. Здесь запрещены Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, WhatsApp, YouTube. Все сервисы Google от поиска до карты, включая Google Play. Система блокировки нежелательных сайтов работает в Китае с 2003 года. То есть достаточно давно, чтобы люди к ней привыкли. Власти говорят, это нужно в целях безопасности, чтобы ничто не угрожало конституционным устрою и национальному единству. Попасть в интернет можно с помощью VPN. Правда, установить его нужно до приезда в страну. Скачать приложение VPN здесь не получится. Более того, VPN не работает на улице. Хоть на высокую гору залезь. Сеть есть, VPN не подключается. Ну а есть одно средство, называется Welcome Home. Каким-то удивительным образом VPN работает в сочетании с надежным Wi-Fi. Зашел домой, сможешь зайти на Facebook. Никогда не знаешь, какой из VPN клиентов будет работать и какой нет. Поэтому стоит установить себе сразу несколько, что на комп, что на мобильный. Вот этот еще вчера подключался, а сегодня, кажется, сдох. В официальных магазинах приложений VPN клиенты здесь отсутствуют как класс. Поэтому установить новый VPN можно, только если у тебя работает старый. И то без гарантии. Скорость маленькая, соединение то и дело срывается. Чтобы посмотреть, например, выпуск редакции, приходится переподключаться по нескольку раз. Выйти во всемирную паутину уже радость. Но если уж вышел, то не можешь не заметить еще одну интересную деталь. Да, китайцам недоступны многие глобальные сервисы, но их это и не забудет. У них есть свои соцсети и свои мессенджеры. Вейбон вместо Твиттера, Вичат вместо Ватсапа, а ТикТок вообще чисто китайское изобретение. Ну и здесь есть глобальная версия и своя местная, называется Дуинь. И все это задолго до того, звук стали мейнстримом. То есть китайцам все эти сервисы просто не нужны. Китай развивает свои продукты в условиях жесткой монополии. То есть, понимаете, Китай все-таки строит свою демократию в военно-полевых условиях. Он расставляет людей на марш и говорит, что мы правильно движемся к демократии, поэтому колоннами идем под вы. Я все-таки за то, чтобы была возможность у людей выбора. Другой вопрос, что государство не правит самоустраняться из этого процесса. Он должен стимулировать эти все шаги и эти действия. Ваша оценка, насколько все-таки в России возможен и реализуем сценарий вот этого великого китайского фаервола? Он невозможен по двум причинам. Первый, у нас нет на него денег и не будет. Второе, для этого нужно переписать последние 20 лет к совершенно коммерческой истории развития сетей связи в России. YouTube обладает огромной сетью серверов по всему миру. Называются они Google Global Cash. Обслуживают они не только YouTube, но и другие ресурсы Google. Они есть и в России? Безусловно. Всех крупных операторов. И вот смотрите, если Роскомнадзор принимает решение блокировать YouTube, что происходит? То есть Роскомнадзор должен заблокировать эти серверы? Для начала, чисто физически, эти серверы нужно отключить. Потому что иначе та схема блокировки, которая существует в России, она здесь работает, потому что что-то идет изнутри сети оператора. Второе, да, вы должны заблокировать значительную часть облачной платформы Google, что может привести к неожиданным последствиям для работы всех остальных сервисов и телефонов Android. Как история с Телеграмом показала, что когда начинают блокировать массово подсети известных и крупных облачных сервисов, начинает влиять на работу и у всего остального. Дальше пользователи просто начнут массово, еще более массово ставить VPN, и на этом все закончится. Блокировка и даже замедление YouTube сейчас, мне кажется, мало вообще кому выгодно, кроме совсем, условно, ястребов. Насколько я понимаю, Mail.rGoop это невыгодно, Яндексу это невыгодно. Газпром-медиа – это невыгодно, потому что, извините, НТВ, канал НТВ, которым приезжает Газпром-медиа, у него огромное представительство на YouTube, миллиарды просмотров. У Rush Today при всех своих историях с блокировками основная аудитория на YouTube. В случае, если YouTube будет заблокирован или пессимизирован, или заторможен в Российской Федерации. RT продолжит пользоваться этой платформой в других странах? Да, конечно. Ну что же не пользоваться? Если есть инструментарий. Даже если инструментарий недружеский, пока он приносит нам пользу, мы будем им пользоваться. Мы же не обиженные девочки, которые не играем, а игрушки. Пока нам позволяют, мы будем пользоваться всем, чем нам позволяют. Будем считать, что это их упущение. Обсуждать, как в России можно заблокировать YouTube в условиях мая 2021 года, то же самое, как обсуждать, что произойдет с Вашингтоном после нанесения по нему ракетно-ядерного удара. Не хочу обсуждать. А вот через 2-3-4 года можно пообсуждать. Потому что за это время государство и цифровой бизнес должны пройти определенный путь и создать, точнее развить уже существующие сегодня альтернативные продукты. Почему, например, конкурентов YouTube в мире-то почти нет? Потому что законы такие не принимали. Основное конкурентное преимущество YouTube перед всеми остальными – это как раз система модерации контента. Потому что любому новому ресурсу придется сталкиваться со всей антипаратской темой. Причем не только в России, но и в мире. Прямо тебя спрашиваю. Твое мнение – в России YouTube должен быть заблокирован? Прямо сейчас нет. Прямо сейчас нет, потому что прямо сейчас ему нет альтернативы. В идеале в России должна быть создана площадка, как это сделано в Китае давным-давно, чтобы люди отказались сами. И чтобы люди сами переходили на эту замечательную, новую, российскую, суперудобную, летающую, как истребитель, площадку, по сравнению с которой YouTube казался буржавым велосипедом. Они же тоже, эти соцсети, они во многом устаревшие. Ничего там такого особенного нет. Эти сравнивать с китайскими – ну это же просто фу. Но смотри, ты сейчас говоришь про конкуренцию, а пишешь, что карфаген должен быть разрушен, соцсети должны быть запрещены. Это все-таки два разных состояния. Проиграть конкуренцию и быть запрещенным. Соцсети в том виде, вернее, с тем поведением, которое они практикуют сейчас, нарушая множество законов Российской Федерации, должны быть запрещены. Но не раньше, чем будут созданы альтернативные, прекрасные соцсети российские. Потому что мы тогда ухудшим качество жизни наших людей. Мы пытались для этого выпуска взять интервью у «Газпром-медиа», выяснить, как обстоят дела с «Рутюбом». И они что-то долго думали и в конце концов сказали, что сейчас не готовы. Может быть, ты знаешь, что у них с «Рутюбом»? Они его пилят. Они его полностью… Как я понимаю, есть большие планы по перезапуску. Более того, Жаров, когда стал новым руководителем «Газпром-медиа», мне давал интервью, рассказывал, что у них есть большие планы по новым видеосервисам. И с тех пор тихо. Но, судя по тому, что говорилось тогда, это прям какие-то активные планы. Вы, наверное, слышали о компании под названием «Рутюб», российская версия Ютюба. Что вы о ней думаете? Я не знаю подробностей об этой компании. Знаю, что они наш конкурент. Как я понимаю, они получают хорошие инвестиции в развитие. Но мы сфокусированы на Ютюбе. Конкуренция важна. Она помогает нам оставаться актуальными, подталкивает к росту, способствует тому, чтобы мы предоставляли лучший сервис своим партнерам. Поэтому мы приветствуем появление и развитие «Рутюб» в России, потому что конкуренция – один из залогов существования свободной и открытой платформы. Мы верим в силу партнерств, но в то же время верим в важность того, чтобы оставаться верными своим ценностям. Мы всегда были открыты к диалогу. В России мы работаем с 2007 года, и на протяжении всех этих 13 лет мы постоянно поддерживали диалог, как и во всех других странах. Насколько я знаю, недавно у вас была встреча с представителями Государственной Думы, и у них есть к вашей платформе претензии, потому что на Ютюбе публиковались видео с призывами выходить на акции в поддержку Алексея Навального. Как вы реагировали на эти претензии? Если речь заходит о нарушении местного законодательства, нам нужен отдельный процесс. В рамках этого процесса необходимо, чтобы правительство оповестило нас, что у нас представлен контент, нарушающий местное законодательство. Оно должно сделать ряд шагов, направить нам запрос. Мы также просим судебное постановление, потому что, конечно, хотим быть уверенными, что запрос полностью обоснован. И нам все-таки сложно отслеживать деятельность правительств по всему миру. Далее запрос передается на рассмотрение нашим юристам. Они изучают ситуацию и выносят свое решение. Так выглядит этот процесс. Я хочу сделать упор именно на процессе, потому что нам сложно обсуждать каждый запрос в отдельности. Ну, а если у вас будет судебное решение, вы удаляете контент? Если пройдены все необходимые этапы нашего процесса, и есть понимание, что действительно было нарушено законодательство, и это признается судом, конечно, в соответствии с общими правилами нашей платформы мы предпринимаем меры. Но важно отметить, что бывают случаи, в которых есть место недопониманию и разным точкам зрения. Я абсолютно уверен, что ни о каком, по крайней мере, сегодня, в обозримом будущем, запрете, блокировке YouTube разговор не идет. Государство на себя не возьмет. Последствия социальные, политические, внутриполитические, они будут очень серьезно, и это нельзя недооценивать. Серьезный в смысле народ на митинги выйдет? Нет, конечно же, за YouTube народ на митинги не выйдет, но то, что это вызовет у большого числа людей огромный рост негатива – это факт. Причём даже у тех людей, которые далеки от политики. Мы сами, мне кажется, не хотим быть отключены от этой мировой платформы, от этой мировой сети. Мне кажется, что вот это всё – это показ о том, что вот мы тоже можем наставлять свои рамки. Я, конечно, понимаю, что сейчас скажу непопулярную вещь, возможно, меня за это закидают дизлайками, но я скажу, что государство для нашего в нынешней обстановке политически – это скорее необходимость. Потому что без контроля интернет-пространства твой народ будет воспитывать люди из-за бугра. С точки зрения бизнеса, конечно, очень не хотелось бы потерять столь мощный, так сказать, канал. Даже если сейчас не заработка, так сказать, а канал контакта со зрителем, по большому счёту. Потому что из всех инструментов коммуникационных YouTube, наверное, один из самых таких публично независимых, я бы сказал. Но вы не изучали рынок, то есть куда можно перейти, на какую другую платформу, если YouTube не будет? Не изучала. Вы, разумеется, против того, чтобы его заблокировали? Конечно. Я против. Баба-яга против. Мы вот здесь в России не можем сами заработать денег нормальных. Вроде тут получается, это не российская же платформа, мы там хотим заработать, и тут обрезают это. Но если мы в своей стране не можем деньги, почему они запрещают, чтобы люди в нищете были постоянно и не могли ни заработать, ничего, ну я не знаю. YouTube закроют. Что ты поменяешься от этого? Ты никак не поменяешься. Ты просто возьмёшь всё своё, себя. Я попробую куда-нибудь перейти, конечно. Попробуй. Не факт, что у нас там не станет участковой. Любая соцсеть, ещё раз я говорю, она переживает этот период. И у нас, кстати говоря, YouTube станет, знаешь, чем? Чем? Телевизором. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Как говорится, если вы смотрите это видео, значит, по крайней мере сейчас YouTube не заблокирован. Это хорошая новость. Я, как лицо заинтересованное, постараюсь максимально избежать личных оценок, опять же, но скажу так. Я за конкуренцию. Нет ничего плохого, конечно, в том, если в России появится свой крутой видеосервис. Ну, есть же, например, успешный кейс Яндекса, который победил Google во многих областях внутри России. И с видеосервисом отлично, если так будет. Я могу сказать, чего я не хочу и чего я опасаюсь. Я, в отличие от многих, помню поздний Советский Союз, и советское телевидение. Там была первая программа, вторая программа, третья, четвёртая, иногда у некоторых людей пятая программа государственного телевидения и больше не было ничего. И если под выращиванием своего национального видеохостинга понимается вот это с отключением и блокировкой всего внешнего, того, западного, то тут я, конечно, против. Потому что мне кажется, никакого отношения к конкуренции такая ситуация не будет иметь. Это «Редакция». Комменты, лайки туда. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин